Он умер 56 лет от роду 30 апреля 1945 года, накануне Вальпургиевой ночи, ежегодного шабаша-ведьм, когда валькирии, распределяющие победы и смерти, согласно германским нордическим традициям, несут Волгалу, чертог убитых. Гитлер знал, что его ожидает ужасный конец, и заранее сочинил сценарий своей ритуальной смерти. Простерт в песке, с ним время совладало. Часы стоят, молчат, как ночь, упала стрелка, сделано, свершилось. Гёте, Фауст. Из показаний телеграфиста квартиры Гитлера, Рахоса Миша, мне известно о страшной смерти фюрера. Я знаю, где он находится, но думаю, загадка эта никогда не будет разгадана. Сегодня, через 50 лет, слова телеграфиста Гитлера подтвердились. Действительно, благодаря нашим спецслужбам, загадка смерти фюрера стала одной из тайн века. И всё-таки мы попытались раскрыть её. Об этом наш фильм расследования. Итак, апрель 45-го. Шли бои за Берлин. Ни солдаты, ни офицеры нашей армии ничего не знали не только о существовании гитлеровского бункера, но и о самой имперской канцелярии. Рвались к Рейхстагу. Сегодня трудно поверить в эту неразбериху. У нас сформирована такая группа. Зонберкоманда. Да, человек 15 нас было. В основном владевших немецким языком. Вот перед нами была поставлена задача в северную часть Германии всю обстукать на предмет поиска документов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть те или иные слухи, которые циркулировали. Прошла команда не упустить главных военных преступников и прежде всего Гитлера. Жуков передал войскам слова Сталина. Кто пленит Гитлера, получит дважды героя. У солдат-разведчиков появилась полная справка о Гитлере. Что 89-го года рождения, рост у него 166, что у него правая рука плохо действует, сам с усиками черными, значит, челка. В лучшем солдаты, мои солдаты, особенно разведчики, ну, хотели знать все о Гитлере. В эйфории победы происходили странные вещи. Каждый хотел отличиться, и любую информацию скрывали друг от друга. Имперскую канцелярию брала одна армия, пленными и убитыми занималась контрразведка другой. Победителей оттеснили. Приезжали Берия с Молотовым, чтобы увидеть крушение Третьего рейха. Их всю доводили, все показали. Но ясности с судьбой Гитлера не было. Вся работа проводилась сверхтайно. Руководство СССР не верило в самоубийство фюрера. Сталина боялись, Сталину боялись, так сказать, подсунуть не то, что есть на самом деле, но к поиску, или вернее, к поиску того, что осталось от Гитлера, подступили, ну, прямо-таки, по-дилетантски и непрофессионально. То есть не было настоящей профессиональной команды, которая бы учитывала все детали. Вот в чем парадокс нашей, к сожалению, безалаберной русской души. Разведчики среди трупов, которыми был усеян весь сад имперской канцелярии, искали Гитлера, допрашивали пленных немцев, подавленных и угнетенных. Я подходил близко, рядом, смотрел. Он был весь обгоревший. Вот так как-то, по диагонали, значит, одна нога обгоревшая, и эта сторона. И лицо было плохо узнать. Но мы... И началось опознание Гитлера. Человек 40 чиновников имперской канцелярии, которые до этого не успели застрелиться, опросили, и для нас было непонятно. Гитлер этот, не Гитлер. Вот введешь этого чиновника, метров 12-20 не доходит, кричит, о, Гитлер, я Гитлер. Значит, признает, как бы, фюрер. Потом его подводишь, ближе, ближе. Он так, как говорят, нагнется. Он говорит, никс, не фигурь. От них трудно было и добиться открытых таких честных признаний. Вице-адмирал Фосс, ну, он, когда вышел, прежде всего, значит, заплакал. Что я понимаю, что это, значит, для вас вроде-то, что враг, а для нас это был самый такой чуткий человек, и так далее. Из следственного дела об исчезновении Гитлера. В бункере был двойник Гитлера, Густав Веллер, 1886 года рождения. Он работал в портье в имперской канцелярии. Еще в 1933 году его вызывали в гестапо, требуя постричь волосы, сбрить усы, угрожая убить его. Он этого не сделал, и всю жизнь проработал рядом с фюрером. Этот труп двойника и приняли за Гитлера. Немцы, опознававшие его, никогда не видели Веллера в имперской канцелярии. По слухам, Иван Серов, который вскоре стал председателем КГБ СССР, отправил его в подвалы Лубянки. Когда поняли, что это не Гитлер, зарыли во дворели фортовской тюрьмы. Но вот этот труп, он наделал шуму много. Особенно, я не знаю откуда, но, по крайней мере, на Западе, значит, подхватили, что двойник, двойник Гитлера и так далее. На этом можно было бы поставить точку, но до истины было еще далеко. И тут солдат Иван Чураков во дворе имперской канцелярии недалеко от запасного выхода из бункера проваливается в рыхлую землю, из которой торчали ноги мужчины и женщины. Это была наскорозасыпанная воронка от авиабомбы. Он докладывает об этом начальнику отдела контрразведки СМЕРШ к подполковнику Клименко. И вот тогда у меня такая возникла мысль. Является ли Гитлер в этом? Приехал я к себе в отдел с таким намерением, что эти трупы выкопать. Значит, мы их вывезли, то есть мы там находились в северной части Берлина какое-то время. Потом нас передислоцировали в Рошильбек, это за 40 километров. Вывезли мы и туда трупы. По крайней мере, это девятого, который мы справляли вот на даче Геринга, то трупы еще лежали у нас в сарае. Тут время поразмыслить. Начинается следующий этап истории с трупами, о которых только что говорил Иван Клименко. Доложили Сталину. Он сказал, что фашистским подлецам доверять нельзя. Нужно разобраться, действительно ли Гитлер ушел из жизни. Приказал все проверить. Трупы, найденные в воронке, сильно обгорели. Опознать их было невозможно. Их отправили в клинику городка Бух под Берлином для экспертизы. Ее проводили наши крупнейшие военные судебно-медицинские эксперты Фауст Шкаравский и Николай Краевский. Из акта судебно-медицинского исследования обгоревшего трупа. Труп сильно обуглен. Наружный вид покойного описать невозможно. Отмечаем следующее. Рост 165 сантиметров, возраст 50-60 лет. Для идентификации личности были использованы челюсти, искусственные мосты и зубы. Комиссия заключила, что смерть наступила от отравления цианистым калием, ампула которого была обнаружена во рту. Из допросов помощница личного стоматолога Гитлера Гетте и Бойзерман. Вам предъявляются челюсти с золотыми мостами и зубами. Кому они принадлежат? Они мне хорошо известны и принадлежат рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру. В них налицо все те особенности мостов и зубов, о которых я хорошо знаю из практики. Из совершенно секретного письма на имя Лаврентия Берии не вызывает сомнения, что предполагаемый нами труп Гитлера является подлинным. Это установлено из показаний стоматологической сестры, лечившей фюрера. Ее показания подтверждены судебно-медицинской экспертизой. Подпись Иван Серов. Была найдена также подлинная телефонограмма Бормана на имя грозадмирала Денниса, в которой он говорит о смерти Гитлера. Она имеет входной номер, фамилии зашифровавших и передававших ее лиц. В архиве КГБ, могу вас уверить, были материалы, которые не только начальник архива не имел права видеть и знать об их существовании. То есть он отвечал практически за сейф с печатью. Но и не знали даже некоторые его вышестоящие генералы. Я знаю сейфы. Вот знаю, сколько было, ну приблизительно, сейчас помню, сколько было сейфов. 6, 7, я так просто на память вспомню, помню. Были разные. Вот, например, сейчас, что я знаю, например, сейфов с документацией, связанной с рекоружением Гитлера. Вскоре стало известно, что многие акты писались задним числом. Не совпадали даты, события, рассказы очевидцев. Даже маршал Жуков на пресс-конференции в Берлине через месяц после победы на вопрос корреспондента «Что же случилось с Гитлером?» ответил «Обстановка загадочная. Опознанного трупа Гитлера мы не нашли. Сказать что-нибудь утвердительное о его судьбе не могу. В самую последнюю минуту он мог улететь из Берлина. Взлетные полосы позволяли это сделать». Из следственного дела об обстоятельствах исчезновения Гитлера из Варшавы сообщают, что 17 декабря 1947 года начинается процесс над немецким летчиком Петером Баумгартом, который сделал фантастическое заявление. 23 апреля 1945 года он вывез Гитлера в Данию. Его сопровождали еще два немецких пилота Гунтель и Урбан. «Я думаю, это была фальсификация. Впрочем, эта информация не получила развития. Но именно тогда появилась легенда о вечно живом фюрере. До сих пор в газетах всего мира пишут, что Гитлер прожил до 103 лет, обожаемый домочадцами. Свидетельствует лечащий врач, русская жена, появившаяся после смерти Евы Браун. Его приемная дочь заявила, папа похоронен на военном кладбище в Буэнос-Айресе». «Я ее тоже документально видел. Это уже незадолго до моего ухода на пенсию. Материалы, документы после военного времени связаны с оперативным розыском Гитлера. Проверяли каждый слух и каждую версию о якобы состоявшемся факте у благополучного воюя исчезновения по любому поводу». «Из показаний личного пилота Гитлера генерала Ганса Бауэра. «Гитлер никогда не летал с другими пилотами. Только один раз за 12 лет он доверился другому. Я имел возможность вывезти его, приготовил 4 Юнкерса, но он категорически отказался и умер. Сколько не допрашивайте меня, воскресить его я не могу». Из показаний личного повара Гитлера Вильгельма Ланге приготовления к исчезновению Гитлера были основательными и неудачи быть не могло. Гитлер только хотел сделать вид, что умер и сожжен. Он улетел в Испанию. Генерала Бауэра он оставил в имперской канцелярии сознательно, чтобы он был важным свидетелем. «Так как же все-таки Гитлер ушел из жизни? Первая экспертиза установила, что он отравился цианистом калием. Во рту была раздавленная ампула. Люди же из его ближайшего окружения в один голос утверждали, что фюрер застрелился. Но черепа с пулевым отверстием у нашего следствия не было. Стали думать, а способен ли был вообще Гитлер застрелиться? Или офицеры высшего нацистского круга только хотели представить его истинным вождем, сверхчеловеком, достойно ушедшим из жизни, не предав своих убеждений? У меня никогда не возникало мысли. Я был уверен, то есть у меня в это, если бы даже меня поставили к стенке, я бы тоже даял бы показания только такие. Такие, Гитлер. Вот она, безалаберность русской души, о которой говорил Анатолий Стефанович Прокопенко. Все делалось непрофессионально. Трупы из воронки тащили за ноги, вместо того, чтобы аккуратно откопать лопатками. Обгоревший череп отвалился и остался лежать в земле. И никому не пришло в голову подумать об этом тогда же, в 45-м. Все, что происходило в бункере, где находился Гитлер, нам все известно было весь последний месяц, каждая минута, каждый час. Работники спецслужб сбились с ног. На всякий случай искали Гитлера. В Европе в советской зоне оккупации арестовывали всех подозрительных. Узнали, что где-то в Австрии живут родственники фюрера. И нашли. Его двоюродную сестру Марию Копенштейнер. Их матери были родными сестрами. Она и видела это Гитлера всего дважды мальчиком в детстве, когда с родителями приезжали в гости друг к другу. Мелкая фермерша, мать четверых детей, была арестована вместе с мужем и тремя братьями, жившими неподалеку. И погибла у нас в верхней уральской тюрьме под Челябинском, приговоренная к высшей мере 25 годам каторги. Через 7 лет ее уже не стало. У нас в плену был и племянник Гитлера Лео Раубаль. Его взяли под Сталинградом. В 55-м по документам следственного дела его отправили в Германию. КОНЕЦ Жизнь юного Адольфа начиналась вполне благополучно. Респектабельная семья, как принято говорить в Европе, средний класс. Красоты альпийских Альп, благонамеренные родители, мама, не чаявшая в сыне души, и папа, мечтавший дать ему хорошее образование. Они потакали всем его желанием, баловали, он был щеголем, увлекся рисованием, нашли учителя. И неплохо получалось, его хвалили, заинтересовался музыкой, купили рояль. Худенький мальчик Адольф Шикель-Грубер пел в церковном хоре. В те годы он полюбил Вагнера, Верди, их оперы знал наизусть. Позже он сетовал, что родители не приобщили его к спорту, но, несмотря на это, говорил, что вырос удачным парнем. В школе учился средне и, став фюрером, выкрал свои школьные табели с отметками, как и свидетельство о рождении, где он был Шикель-Грубером. Его отец жил с этой фамилией 40 лет, а потом поменял ее на фамилию своего отчима Гитлер, которая перешла и к Адольфу. И, как он говорил, напоминало древнегерманские саги. «Представьте себе, как бы звучало всеобщее приветствие Хайль Шикель-Грубер. Не изменен он ее, может быть, и фюрера бы не состоялось». На Первой мировой войне, как хороший солдат, Гитлер получил крест и очень гордился им. Зарабатывал на жизнь в те годы рисования. Его акварельные открытки охотно раскупали посетителей пивных и прохожие на улицах. Вечерами же, как все немцы, часами сидел за кружкой пива. Вот тут-то он и начал митинговать, собирать вокруг себя сочувствующих. Причин для недовольства жизни у людей было предостаточно. Он апеллировал к национальному унижению, к славному прошлому немцев. И ему с единомышленниками удалось произвести в умах народа взрыв. Для сплочения был нужен враг, а уж это совсем не проблема. Нашлись банкиры и промышленники, которым он был нужен. Они охотно давали деньги на политическую борьбу. Из мюнхенской пивной Рэм, Борман, Геринг и многие другие создатели национал-социалистической партии у Гитлера был билет номер семь. Они привели его к власти и прошли с ним весь путь до конца. Из показаний начальника охраны Гитлера генерала Ганса Раттенхубера. Кем был для меня Гитлер? Сверхчеловеком. Все оказалось в нем значительным. Именно такое лицо должно быть у фюрера. Даже щетка усов, волосы, прикрывающие покатый лоб, внушали уважение. Нервические жесты, быстрые смены настроения, богатая мимика, завораживающий голос удивляли. Все признавали в нем исключительного человека. Это был мой фюрер. Шутники говорили, что не было бы пива, не было бы национал-социализма. Как же удалось крикливому парню из пивной, который доставлял немало хлопот полиции, стать хозяином Европы? Когда после пивного путча он сидел в тюрьме, именно там он вместе со своим заместителем по партии Гессом написал книгу «Майндхамф», на него обратили внимание тайные мистические структуры. Гитлер видел будущее словно в пылающем зеркале. Сама природа нацистской партии была сатанинской. Он совершенно серьезно стал верить в свое высокое предназначение и считал себя воплощением Фридриха Великого Барбароссы, который умер в Средневековье. Даже план нападения на СССР он назвал Барбаросса. Адольф берег себя для борьбы, не пил, не курил, был вегетарианцем, следил за своим здоровьем. Его окружали авантюристы, которых он привел к власти, подняв со дна общества. Люди — это человеческое стадо, которое должно подчиняться сверхчеловеку. Не он, они назвали его своим фюрером. И чтобы заставить массы поверить в правду своих идей, Гитлер использовал гениальную ложь, ибо народ, как говорил он, не способен рассуждать здраво. Ради мирового господства он заложил душу дьяволу. Это было действительно пришествие сатаны на землю. Излюбленное зрелище Адольфа, ликующие толпы и вереницы измученных пленных. Он стал считать себя черным магом и верил, что после смерти его никогда не забудут. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства. Прекрасно знаю, что ни одного врача в поселке нет. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нет. выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас студни, таз есть, коляска есть, добрые люди подарили, но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная, и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны и с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Похоже, руководители нашей страны и спецслужбы здорово помогли в этом, упорно скрывая правду. Я вам скажу, что на этот вопрос, наверное, вряд ли кто-нибудь сейчас ответит, потому что оно исходило от Сталина. Вот Сталин, вроде, сказал, значит, что надо направить туда и убедиться, насколько это соответствует действительности. Нет ли тут, понимаете, ну, у Сталина, видимо, своего рода была такая подозрительность, что ли, в этом. Мы были готовы к тому, чтобы такую комиссию, ну, в общем, создать. Хотя, в этом случае, Берия не видел никаких препятствий. Почему они решили поиграть в эти кошки-мышки? Вот это загадка, вот это вот интересный исторический вопрос. Что их толкало на это? Думаю, что, может быть, было определенное соперничество между Абакумовым, который возглавлял СМЕРШ, и который проводил все первое следствие, и Берии, который, может быть, хотел подсидеть Абакумов. Не знаю, документов нет. Здесь мы можем только гадать, только предполагать. Сквозь недомолвки и хитроумности, догадки и слухи пробивались мы к истине. Несколько лет по архивам и спецхранам с трудом добывались новые документы, находили свидетелей и все больше убеждались, что кто-то умышленно направлял следствие по ложному пути. Сталину не предъявили убедительных документов, что Гитлер мертв. В 1946-м он посылает в Берлин вторую комиссию. Ее возглавляет крупный судебно-медицинский эксперт Петр Семеновский, человек, который никогда не шел на компромиссы. Он закончил университет в Германии, великолепно владел немецким, пользовался огромным авторитетом. Из переписки руководителей спецслужб апрель 1946-й год создать группу из самых близких Гитлеру людей, содержащихся в бутырской тюрьме, направить их вместе с комиссией в Берлин, чтобы на месте выяснить все обстоятельства исчезновения фюрера. Предписывалось расставить мебель, как она стояла при Гитлере, исследовать место обнаружения трупов, навести справки, где находятся личные вещи Гитлера и его жены, эксгумировать трупы и провести повторную экспертизу. Из судебно-медицинского заключения Семеновского от 18 мая 1946 года. Поскольку первое вскрытие было сделано небрежно, не исследованы кости, изменения аорты, не сделаны срезы с жизненно важных органов на предмет обнаружения цианистого калия, а трупы для повторной экспертизы выданы не были, первое заключение можно рассматривать только как предположительное. Комиссия не считает возможным сделать окончательные выводы по этому вопросу. Все материалы 1946 года об исчезновении Гитлера объединены в деле миф. Каждый допрос немцев начинался одним и тем же вопросом. Куда исчез фюрер? Следователи ежедневно писали оперативные сводки и донесения агентов, подсаженных в камеры к пленным немцам. Тома пеклись как блины, а ответа по-прежнему не было. Из акта Семеновского об исследовании костей черепа. Изъяты правая теменная и затылочные части черепа. Они принадлежат взрослому мужчине. Заметно копоть. Обугливание произошло от воздействия огня на голову. Пулевое отверстие свидетельствует, что выстрел был произведен в рот или под подбородок в упор. Вот тогда-то и были привезены в Москву фрагменты черепа с пулевым отверстием. Их обнаружила вторая комиссия при просеивании земли из воронки от авиабомбы, где в 1945 году нашли трупы мужчины и женщины. Выпилили и куски гитлеровского дивана с обивкой, пропитанной кровью. Анализ показал, что это группа крови Гитлера. Пётр Сергеевич Семеновский знал следы невидимые, которые не могли различить другие. Но прежде всего было очень большое количество хорошо выполненных фотографий. Прежде всего был портрет кресла Гитлера и брызги крови. Всё, что происходило с ним, вынос тела по маршам лестницы из бункера имперской канцелярии вверх, это всё опять отмечали следы крови. Мазки параллельные друг к другу, продольные, но параллельные маршам лестницы. Вот и думайте, значит, верить вот всему этому или не верить. И труп был ли Гитлер, али? К сожалению, руководство Советского Союза это самое величайшее руководство по изобретению величайших фальсификаций, подлогов и выдумок. Мы знаем сколько угодно случаев вот именно в этом плане. У меня была простая логика. То есть попробовать, попытаться сделать ну, медицинскую экспертизу, насколько это позволяют возможности. Архив хранит только письменные документы, фотографии, плёнку, но никак не останки людей. Это, конечно, не вполне нормальное состояние. Такова наша история, таковы обстоятельства этой истории 20 века. И у него происходят самые невероятные вещи. Итак, найдена челюсть якобы Гитлера из сейфа архива бывшего КГБ СССР и первая экспертиза, утверждающая, что он отравился. Есть череп с пулевым отверстием, как бы собственность архива Российской Федерации. Как утверждают специалисты, одновременно раскусить ампулу с анистым калием и выстрелить невозможно. Как же совместить эти факты? А никак. Этим просто никто не стал заниматься. Спор сейчас идет только ведь о пустяке. Значит, что было? Сначала он ампулу раздавил, потом кто-то ему выстрелил в затылок. Или сначала выстрелили в затылок, а потом всунули ампулу в рот и раздавили. Так как он был чистый вегетарианец, его этот яд не взял. Он заорал, и тогда кто-то из адъютантов или Геббельса или Борма сунул ему в рот пистолет. Поэтому у него выходное отверстие вот здесь вот. Все запуталось окончательно. Документация по проведению всякого рода экспертиз, оперативно-следственные материалы, поиски свидетелей, допросы арестованных из бункера, а их было около 70 человек, охранники, врачи, личный пилот, ординарцы, повара, секретари, личные шоферы, адъютанты, коммердинеры, телеграфисты, стенографисты, шифровальщики и прочее. Все тщательно скрывалось и не опубликовано до сих пор. Все эти люди до московской бутырской тюрьмы находились вместе в лагере. Один из них признался, что там они договорились не помогать советским следователям и не болтать лишнего. Их били, сажали в ледяной карцер, но они упорно рассказывали одну и ту же версию. Из показаний личного коммердинера Гитлера, Гейнца Линге. Я вошел в кабинет фюрера. Он сидел в левой стороне дивана и был мертв. На полу у лужи крови лежали два его личных Вальтера. Справа, поджав под себя ноги, сидела Ева Браун. Она тоже умерла. Их били, гейнца Линге. Их били, гейнца Линге. Гейнца Линге. Гейнца Линге. Из показаний начальника охраны Гитлера, генерала Ганса Раттенхубера. Часа в четыре пополудни, войдя в приемную Гитлера, я узнал, что он покончил с собой. Я в бессилии опустился в кресло. Вышел его коммердинер и сказал, что он выполнил самый тяжкий приказ фюрера. Какой приказ, спросил я. Он вошел в кабинет и принес Вальтер. По отделке я узнал личный пистолет фюрера. Я понял, в чем заключался приказ. КОНЕЦ Из показаний личного агитанта Гитлера Отте Гюнши. Я увидел, как выносили завернутые в одеяло трупы, торчали ноги фюрера и голова Евы. В бункере не оказалось ни одного нацистского знамени, чтобы прикрыть останки. Ураганный обстрел не позволил отдать даже минимальные почести Гитлеру. Трупы вынесли в парк, облили бензином и сожгли. Похоже, все так и было. Гитлер часто говорил, когда-нибудь на моей могильной плите напишут, он пал жертвой своих генералов. Следователи наших спецслужб исписали тысячи страниц. Сегодня известно о всех преступлениях Третьего Рейха. Уже мало кто отваживается говорить о Гитлере как об исключительной личности. Он не интересен ни для истории, ни для политики. Разве что как патология. Тираны бессмертные пока живы. Но у каждой истории есть конец и мир имеет право знать его. Эта тайна давно должна перестать быть тайной. Нормальному человеку, живущему в демократическом государстве, трудно понять, почему у нас этим занимались сотни людей, почему все свозилось в Москву и размещалось по разным архивам и сегодня содержится в сверхсекретных сейфах. По прошествии полувека многие, кто был причастен к этой истории, ушли из жизни. Другие давали присягу и остаются верны ей в силу своего воспитания. А нынешние многого не знают. А если знают, видимо, приберегают для какой-то своей игры. Крупнейший судебно-медицинский эксперт профессор Звягин по нашей просьбе занимался расследованием этого дела и проводил экспертизу. Дело в том, что начиная с 45-го года к работе по идентификации Гитлера у нас в России и в Соединенных Штатах были привлечены очень крупные научные силы. Единственное обстоятельство, которое помешало в то время прийти к однозначному выводу, это несоответствие тех информационных материалов, которые были в распоряжении той и другой страны. В самом деле в распоряжении русской страны были останки того человека, который получил номер 12, предположительно Адольф Гитлер, но не было прижизненных рентгенограмм. Если говорить об американцах, у них были прижизненные рентгенограммы всего 5, но не было останков. Там, на мой взгляд, были исчерпывающие доказательства, которые позволили говорить о том, что обнаруженный труп, это труп Адольфа Гитлера. Структура костей на рентгенограмме, на рентгенограмме вот этих фрагментов, исследованных мной в 93-м году, и структура костей на прижизненных рентгенограммах Гитлера одна и та же. Это позволяет мне говорить, что эти фрагменты черепа принадлежат Адольфу Гитлеру. Гитлер человек номер 12. Эту нумерацию в 45-м году по мере нахождения трупов и экспертиз дали Фауст Шкаравский и Николай Краевский. В Федеральном Центре Судебно-медицинской экспертизы нам показали, как велась работа. В одном из наших спецхранов я тоже нашла прижизненные рентгенограммы черепа Гитлера. Исследования были многолетними и непростыми. Вы видели на компьютере только фрагменты. Вы, как ученый, все-таки можете в какой-то степени утверждать, что это был Гитлер? Да, я убежден, что это был Гитлер. В настоящее время накоплены обширные материалы, позволяющие говорить о том, что в 45-м году действительно был обнаружен труп Адольфа Гитлера. С пристрастием я расспрашивала и Виктора Семеновича Тишина, ведь он долго работал с Семеновским и был с ним в Берлине в 46-м году. Тогда это было Петру Сергеевичу очевидно, что он имел дело именно с телом Гитлера. Но вот в личной беседе, как два специалиста, он вам все-таки не говорил, Гитлер это или нет? Естественно, говорил это абсолютно нисколько, не сомневаясь, что речь идет от Адольфа Гитлера. Почему Петр Семеновский тогда, в 46-м, не написал этих слов в своем заключении? Думаю, он надеялся, что труп будет эксгумирован. Его заключение подтолкнет к этому шагу и будет проведена повторная экспертиза. С кем приходилось иметь дело исследователю в те годы? С чиновниками спецслужб, которые руководствуются сегодня только инструкциями. Анатолий Зюбченко работал в архиве КГБ через несколько десятилетий после войны. Огромное количество документов прошло через его руки. Но пока он служил, сколько я его не просила прояснить ситуацию, он отвечал, поверьте, не могу. Сегодня он работает в другом месте и я делаю еще одну попытку. Моя личная точка зрения, что были найдены действительно Гитлер с его женой, семья Геббельса и случайный генерал, который попал был захоронен в одной воронке. Никакого сомнения внутреннего нет. Более того, могу сказать, что мне интересна внутренняя тема. Для меня закрыта полностью. Героический уход фюрера из жизни, так же, как и 12 лет его правления Германии, режиссировали опытнейшие постановщики и пропагандисты. Это они придумали фашистскую символику, пышные спектакли, в которых Гитлер был главным героем. Он их очень любил и как хороший актер готовился к ним. Последний акт многосерийной мыльной оперы назывался «Смерть фюрера» в духе Вагнера и древнегерманских саг. Быстродействующий яд, выстрел, огонь и верная подруга, как героиня эпоса, убивает себя рядом с героем. В бункере он продолжал игру в войну, передвигая на карте пуговицы, как армию. Он смертельно боялся, что русские запустят усыпляющий газ и всех пленят. Тогда его выставят в паноптикуме. Как вы думаете, если бы Гитлера взяли в плен живым, как бы с ним поступил Сталин? Оставил бы он его жить? Вы знаете, это, конечно, трудно ответить только потому, что решения Сталина были всегда непредсказуемы. А с другой стороны, наверное, он заслужил бы того нерандерского процесса, который проходил. Гитлер с его многочисленными талантами и международный суд сумел бы превратить в фарс. История, видимо, пишется свыше. Всевышний автор наполнил ее тяжкими испытаниями для людей, страшными войнами, казнями, интригами. Фюрер хорошо знал историю. Отдыхая, он наслаждался гениальной музыкой великих композиторов. Но неужели, слушая Вердиевский хор пленных евреев из оперы Набука, одной из его любимых, он, подобно беспощадному Навуходоносору, вынашивал чудовищные планы уничтожения миллионов людей. Субтитры создавал DimaTorzok Остается ответить на последний вопрос. Куда же делись трупы Гитлера и Браун после первой экспертизы? С большим трудом нам все-таки удалось получить часть досье из нынешней Федеральной службы безопасности России. Эти трупы перезахоранивали в Германии пять раз. Периодически обнаруживались следы лопат. Кто-то пытался их вырыть. Итак, первый раз в воронке от бомбы в саду имперской канцелярии. Второй недалеко от городка Бух после экспертизы. В третий перевезли под городок Финов в связи с передислокацией наших войск и там их выкопали, отправив в Ратанов, где снова закопали в лесу под деревней Нойфридексдорф. Эту яму сравняли с землей и высадили деревья. В начале сорок шестого года и это захоронение было вскрыто. Трупы в полуистлевшем состоянии в деревянных ящиках были доставлены в Магдебург и снова закопаны на глубине двух метров во дворе дома 36 по улице Вестенштрассе. Яму заасфальтировали. В семидесятом году земля эта передавалась властям ГДР. В архиве есть письмо Юрию Андропову и его ответ от 13 марта. Могилу вскрыть, трупы изъять, сжечь и прах развеять. Эта акция проводилась в обстановке глубочайшей тайны. Над местом захоронения поставили палатку, раскопки велись ночью 4 апреля семидесятого года. В актах говорится все сгнило, превратилось в труху, останки перемешались с грунтом. Кости, ребра, позвонки сложили в новые ящики и вывезли машины в район учебных полей саперного и танкового полков у Гнилого озера. 5 апреля произвели физическое уничтожение останков путем сожжения на костре на пустыре в районе Шензбек в 11 километрах от Магдебурга. Все перегорело вместе с углем и истолчено в пепел. Прах развеяли над притоком Эльбы Бидориц. Интересно, какие стратегии и инструкторы так тщательно разработали эту операцию? Неужели сам Андропов? Притащили майора Ну, уже в форме телеграфиста в подоплеке были запрятаны документы. Три из них. Вот я два два из них вам могу наизусть зачитать. Я ухожу от вас вместе с женщиной, которая пришла ко мне полностью в окруженный город, чтобы не видеть позора и падения Германии. Надо сделать все так, чтобы следа от нашего от моего пепла не осталось. 29 апреля 45-го года 4 часа 0-0 подпись Адольф Гитлер. Свидетели Геббельс, Дзюзеф Геббельс, Мартин Борн и Крепс. Мы боролись с сатаной. Сатаной. С человеком гигантского зла и ненависти к нашему народу. К евреям. Советским, Русским. И надо говорить спасибо истории, что мы то зловещее пламя Второй мировой войны, которое вспыхнуло в Тиргартине, его погасили мы. верю. Верю навсегда. Пленные немцы рассказывали, что незадолго до смерти в бункере Гитлер изучал два своих гороскопа, предсказывающих ему неизбежную гибель и шептал «Судьба Фридриха, судьба Фридриха». Ясновидение в Третьем Рейхе играло огромную роль. Пророчеством и прозрением придавалось большое значение, как и символики. Фюрер действительно считал себя воплощением Фридриха Барбароса. Он был уверен, что вернется на Землю еще раз. Гитлер понимал, что свое великое предназначение он не выполнил. Поставил нацию на грань катастрофы и хотел, чтобы конец его преступной жизни стал концом Германии. Он просит своих приближенных выполнить последний черномагический ритуал. Его труп сжечь, а прах развеять. Масоны утверждают, что развеянный прах стучится в сердца. Мечта Гитлера сбылась. Магистры прошлого и настоящего твердят о начале новой эры, которая связана с приходом очередного дьявола, подобного Гитлеру. Гёте, написавший своего Фауста еще в прошлом веке, тоже был членом оккультного ордена. Он за столетия предвидел, кто придет к власти в Германии, что сделает он с миром и какие слова скажет перед смертью. И потому его Фауст возопил. Человек не мог произнести ничего подобного. Стыдись, чудовище, вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которую он бегал, бывало по ночам. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы я топтал его презренного ногами. Гёте, Фауст. Участь Нострадамуса, Гинденбурга, Гитлера, разрытые могилы и разбросанные по миру кости. Разве что из черепа Гитлера не пили вина, как из черепа Нострадамуса. Гроб Гинденбурга, из рук которого фюрер получил власть, во время войны возили по всей Германии, прятали в подвалах и ущельях, открывали и закрывали, пока он не попал к американцам. Что с ним делать, спросили генерала Эйзенхауэра? Что делать, зарыть? И где-то зарыли. Чтобы история Гитлера наконец закончилась и мир успокоился, Россия обязана открыть все, чем располагает. Это безнравственно держать в сейфах разных архивов полузасохшие челюсти, полчерепа, зубные мосты, личные вещи, целый гардероб туалетов фюрера и Евы Браун. Это безнравственно обсуждать годами, как всем этим распорядиться, как будто нечем больше заняться. Одни мечтают об экспозиции в закрытом, конечно же, музее. Нашелся умник, который предложил Ельцину во время визита в Германию вручить все это канцлеру Кою в качестве, так сказать, дара от России. У нас это сейчас вошло в моду. Слава Богу, другой умник, проконсультировавшись с немцами, посоветовал этого не делать. Ну а есть и такие, кто этим торгует, пока есть покупатели. Я думаю, подобный конец естественный удел таких, как Гитлер. Мы назвали приток Эльбы, над которым в 70-м году был развеян прав Гитлера, но без точных координат этого места, чтобы оно не стало святым для новоявленных нацистов. имя Гитлера. И сегодня наводит ужас и вызывает отвращение. Человечество должно быть уверено, что с подобными людьми покончено навсегда. Ведь и теперь сотни потенциальных фюреров кричат «Да здравствует война! Только она может очистить мир!» Вы должны не только знать этот исторический урок, но и не забывать его никогда.